Я хочу вам напомнить о том, что вот мы сегодня говорили про единение с Богом, про наполнение Богом. Я знаю, что у людей немало вопросов отношений молитвы, как соединяться с Богом, как наполняться Господом, как пребывать в Боге. И у нас специальный выезд. Многие просили уже не первый год, потому что мы, как у нас пандемия началась, эти молитвенные выезды не делали. И мы уже, получается, несколько лет. Больше трех лет уже мы не делали выезды. И мы, наконец-то, решили сделать этот выезд с 5 по 9 мая. У нас будет молитвенный выезд. У нас будет четыре дня, где мы будем практиковать молчание и молитву тишины, которая при уважении ко всем другим молитвам сконцентрирована только на одном – наединении с нашим Господом. Этот выезд буду проводить я, конечно, вместе с нашей командой. Я буду на этом выезде. И, дорогие, мы арендовали базу, специальную базу там. И уже нужно записываться, уже нужно сдавать финансы. Почему? Потому что уже не так много времени осталось, количество мест там ограничено. Пожалуйста, успевайте все, записывайте все. Потому что часто много вопросов. Мне пишут пастора, где молитва тишины? А почему ты мало говоришь о молитве тишины? Потому что, поймите, молитва тишины, ее нужно не столько рассказывать, сколько практиковать. Сколько бы ты ни говорил, этого недостаточно. Тут нужна практика. И не просто в четверг вечером посидеть. Это хорошо, посидеть. Это лучше, чем ничего. Но все равно вопросов много. Там мы с вами погрузимся вот в эту атмосферу. Возьмем некоторые обеты, как многие отшельники прошлого. Ну, конечно, там раньше брали на месяц, даже на годы тишину, обет тишины, молчание. Мы будем брать всего на четыре дня. Некоторые сестры говорят, как я смогу. Пробовали, все смогли. Некоторым было трудно, но получилось. Но от этого есть эффект. Вы вдруг обратите внимание, что чем меньше вы говорите, тем интереснее внутреннее состояние для слышания происходит. Некоторые мне говорили, что после этих нескольких дней они отдыхали так, как месяц на юге не давал им такого отдыха. Я понимаю, что есть много сложностей. И там цена есть, да, определенная цена. Цена от нас не зависит. Все, что мы платим, это только оплата базы. Мы, как церковь, ничего не берем сверх. К сожалению, сейчас, вы видите, цены везде поднимаются, в магазинах поднимаются, продукты дорожают, аренда баз также поднимается. Но это оптимальные цены, которые мы нашли на сегодняшний день. База большая, находится там в районе Балтыма, это к северу от Екатеринбурга. И там база большая. Мы берем один из корпусов. Там, конечно, еще будут люди. Мы не можем всю базу арендовать. Конечно, было бы здорово когда-нибудь в будущем всю эту базу арендовать. Но пока мы берем один из корпусов. И среди этого хаотичного мира мы будем особым народом, хранящим тишину. Там есть питание очень интересное будет. Там место для молитв очень интересное. Поэтому я прошу, дорогие, к нам обращаются верующие из других городов. Там кто-то у нас из Москвы будет, откуда-то еще из других городов будет. Я это хочу прежде всего проводить для нашей церкви. Мне бывает так обидно, когда люди, они чуть ли не из других стран хотят к нам приехать, а из нашей церкви как-то, ну, нет, как-то, ну, в другой раз. Как говорится, древний принцип работает. Нет пророка без чести, как только разве что в доме своем, в отечестве своем и в церкви своей. Мы часто не дорожим, не ценим то, что у нас есть. Люди из других церквей мечтают побывать здесь. Некоторые говорят, я молюсь, чтобы Бог не дал счастливую возможность когда-нибудь приехать к вам и побывать в здании. У нас часто мы ходим в наше здание, думаешь, да, каждую неделю ходим. Что это дорожит, чем ценить? Это очень дорого, что у нас есть. Это очень ценно. И сегодня вы понимаете, что Бог поднимает церковь, и мы служим не только верующим нашей страны, но верующим, которые слушают нас из разных стран. Мы получаем письма, откуда только не получаем. Из таких стран, что я никогда там и не был, и даже пока не планирую там побывать. Столько верующих нам присоединяется онлайн. Причем не просто верующих. Большое количество служителей пишут мне и говорят, Виктор, у нас воскресное утро начинается с вашего богослужения, мы смотрим его онлайн, потому что по часовому поясу они часто позже, там где-то в Европе живут или иногда в Америке. Мы, говорит, кушаем, завтракаем, смотрим ваше собрание, а потом едем уже в свои церкви. Поэтому, дорогие, Бог нам чрезвычайно много дает. И одно из величайших даров, которые Бог несколько лет показал мне, это откровение о молитве созерцания, откровение о молитве тишины. И это откровение, я повторяю, оно не столько вербально передается, сколько переживается. И я прошу, давайте записывайтесь, приезжайте, не упустите это, потому что эти несколько дней могут так обогатить тебя, так наполнить тебя, что ты потом сможешь многие проблемы решить в своей жизни, многие сложности преодолеть, благодаря такому сокровищу, которое ты там переживешь и там получишь. То счастье, то довольство, которое приходит от фантастического единения с ним, оно несравнимо ни с чем. Те, кто были, знают, что это непросто. Некоторые даже говорят, ой, тебе будет тяжело, там еда не такая, как привычно, там нет шашлыков, там еще то, что мы привыкли есть на природе. Там именно такая еда, чтобы не отвлекала тебя от духовной жизни, не греховная, а духовная пища там. Там приходится молчать, иногда бывает сложно и трудно. Там непривычный для нашей плоти распорядок. Но это как раз некий путь трудностей, который необходим, как некая плата для получения важных духовных богатств. Ничего нам часто не дается просто так. Необходима некоторая жертва. И я, дорогие, скажу, что на самом деле наша церковь уникальная. Ни одна церковь в Свердловской области не смогла собрать и получить такое здание в центре города. Есть церковь, им там кто-то строил из-за границы, или какие-то богатые бизнесмены. Это здание нам никакие бизнесмены не проплатили. Это здание нам никто из-за границы не финансировал. Все, за что мы приобрели это здание, это наши с вами добровольные пожертвования. Когда каждый приносил сколько есть. Это уникально. Такого в нашем регионе нет. Чтобы такое дорогое, стоящее миллионы-миллионы долларов, здания и помещения смогли люди приобрести без всякого внешнего спонсорства. Мы реально особенная церковь. У нас реально есть особенное призвание Господа. Но я вам хочу сказать, это только самое начало. Бог даст несравнимо больше. Главное, чтобы мы не останавливались, не думали, какие мы великие, какие мы такие вот ростаки. Гордость, бог гордым что? Противиться. Важно оставаться кротким и смиренным. И не пренебрегая, а благодаря Бога за то, что он нам дал, ценя, очень ценя то, что у нас есть, тем не менее продолжать двигаться вперед и развиваться. Нам всем необходимо реальное познание переживания Его. Я так хочу, чтобы тот фантастический прорыв и изменения, которые в свое время произошли внутри меня, эти же самые изменения произошли в сердцах, душах и жизнях каждого прихожания на нашей церкви. Когда приходит единение с Ним, все в жизни меняется. Ты вдруг переживаешь не придуманного башка, как у многих сегодня есть, а реального Бога. И это ни с чем не сравнится. Поэтому, дорогие, пожалуйста, не тяните, записывайтесь, потому что нам нужно какие-то делать проплаты. Записывайтесь у секретаря Елены. Можете после этого собрания, на следующем собрании, на неделе можете приехать. У нас работает с утра, с 10 утра и до 6 вечера здесь находятся люди, служители. Приезжайте к секретарю, записывайтесь, сдавайте финансы, необходимые для проплаты базы. И настраивайтесь с 5 по 9 мая наш выезд тишины, выезд молитвы созерцания. Мы ожидаем, что после такого долгого перерыва Бог нас благословит и наполнит сверх всякой мерой. И каждый верящий в это скажет, сколько людей сказало аминь, пускай твоя жизнь соответствует твоему аминь.